Всем привет! Из магазина JD пришли мне несколько товаров, которые я тестирую уже больше месяца и уверен, что некоторые вам точно понравятся и возможно пригодятся. Из JD я заказываю не часто, но те устройства, которые сейчас у меня вполне хорошего качества, хотя сами сейчас убедитесь. Кабель 3 в 1. Весьма интересная и полезная в хозяйстве штука, позволяет одновременно подключать сразу три устройства, подойдет практически ко всем используемым гаджетам без применения множества переходников и адаптеров. Его коннекторы выполнены из анодированного алюминия, поэтому долговечны в использовании и устойчивы к окислению. Трехцветный тройник имеет синий, черный и красный цвета для разъемов Lightning, Micro USB и Type-C. Со временем их легко можно запомнить и подключать устройства, несмотря на коннекторы. Прочная нейлоновая оплетка гарантирует стойкость к разрывам и защищает от внешних механических воздействий. Кабель поддерживает ток 3,5 А для быстрой зарядки и эффективной передачи данных, демонстрируя хорошую производительность при зарядке. Кстати, это сейчас я и проверю. Как видите из тестов, просадки по вольтежу небольшие и заявленные 3,5 А кабель выдает. Благодаря этому, данный кабель идеально подходит для современных смартфонов и заряжающих устройств. Штука интересная, качественная и много где пригодится. Берите на заметку. И еще одним гаджетом в посылке из GD у нас вот такая вот, в такой компактной коробке. Внимание, пила. Пила 11 в 1. 11 вариантов использования в 1 пиле. Сейчас посмотрим, на что она способна. Продолжение следует... 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 Плохо он режет... Толстый стекло... Плохо режет... Прям очень плохо... Вот я еще нашел экземпляр толщиной 4 мм... Посмотрим, как будет на нем работать наш стеклорез... Ну, такое, конечно... Окей, пробуем поломать рукой... Ну да... На мелком, маленьком стекле... Маленькой толщины более-менее работает... И давайте теперь посмотрим, как советский стеклорез справится сейчас... Отметка происходит намного легче... И все намного легче... В общем, не знаю... Мне кажется, обычный советский стеклорез за пару рублей... Намного лучше с этим справится... Ну и что я вам скажу насчет данной пилы... Ну, такое, на самом деле... Она вроде бы и работает... Но в то же время, так себе... Очень-очень слабо... И с большим натягом... Алюминий пилит... Стекло слабо пилит... Мне не нравится ее стеклорез... Ломает она так же, так себе... И плитку она очень с большим трудом пилит... В общем, вы все видели... Ну, решайте вам... Нужна ли вам такая пила или нет... Где-то в мастерскую... Я не знаю... Вряд ли она кому пригодится... Ну, а если в деревню... То почему бы и нет... Возможно, нужно что-то будет подпилить... Ну, разве то, что... Она нормально более-менее пилит дерево... Хотя длина ее полотна режущего... Очень маленькая... То есть, вы будете спиливать маленькие брусочки... Чайник, но необычный... Первое, чем я пользуюсь каждый день... Это чайник... Но это чайник непростой... Электрочайник от Xiaomi... Mi Smart Electric Kittle... Температуру которого можно настраивать через телефон... Я его очень давно хотел... Так как можно выставить температуру... Для запаривания различного чая, например... Да и вообще, можно найти целую кучу применений... В тех делах, где нужна определенная температура... Мамам, у которых маленькие дети точно понравятся... Чайник сделан очень качественно... Из приятного белого пластика... Сталь, из которой сделан резервуар... Используется в медицине и пищевой промышленности... Объем, кстати, полтора литра... Чайник легко моется... А его поверхность предотвращает... Появление накипи, как заявляется... Но накипи немножко все-таки есть... Совсем небольшой слой... Не так, как в обычных чайниках... Мне уж есть с чем сравнивать... Это все зависит от воды... И для моего региона... Вода в котором с большим содержанием вапняка... Результат оказался довольно приятным... Колба чайника полностью стальная... Соответственно, никакого датчика уровня воды... Устройство не имеет... Крышка при нажатии на кнопку... Открывается сначала примерно на 45 градусов... Но потом ее можно вручную дооткрыть до 90... Низ крышки непосредственно... Контактирующий с колбой... Тоже стальной... Никакого фильтра для задерживания накипи... Не предусмотрено... На верхней части ручки расположена... Механическая кнопка... Которая открывает крышку... На нижней части той же ручки... Две сенсорные кнопки... При нажатии кнопки справа... Чайник нагревает воду... И будет поддерживать ее... Заданную температуру... Пока вы не снимете его с подставки... А вторая кнопка отвечает... За включение обычного нагрева воды... Без поддерживания температуры... Что мне понравилось... Так это функция напоминания... Если вы включили чайник... С поддерживанием температуры... То через некоторое время... Если вы забыли про чайник... И не сняли его с подставки... Он издает низкочастотные звуки... Которые напомнят вам... Что чайник уже закипел... Удобно скажу вам... Среди особенностей электрочайника... Хочу отметить... Скрытый дисковый нагревательный элемент... С покрытием из нержавеющей стали... А также наличие индикаторов включения... И функции автоматического отключения... Вода в чайнике подогревается снизу вверх... Для этого используется... Нагревательный элемент... Мощностью в 1800 ватт... Который практически бесшумно... Кипятит воду в течении 5 минут... Также важным моментом является защита... В гаджете используется трехступенчатая система безопасности... Во-первых... Разъем питания защищен от случайного попадания воды... Во-вторых... Штепсель предотвращает стекание в него воды... В-третьих... В чайнике есть защита от сухого пуска... То есть без воды чайник откажется работать... Гаджет подключается к телефону... Через блютуз... А настроить его можно в приложении Mi Home... Скачать программу можно сканировав QR-код... Который будет в комплектной инструкции... Или же в плеймаркете... При настройке чайника... Где бы вы на самом деле не находились... Выбирать следует материковый Китай... Мэндлайн Чина... Иначе просто ничего не будет работать... Далее вам нужно будет залогиниться... Придется завести аккаунт к Xiaomi... Если его еще нет... Без этого никак... Впрочем... Это не очень сложная процедура... Вверху на голубом фоне... Отображается температура воды в чайнике... В градусах Цельсия... С точностью до градуса... А цвет фона зависит от температуры... Далее следует ползунок... Keep Warm Time... Который позволяет задать количество времени... В течении которого... Чайник будет... После соответствующей команды... Поддерживать заданную температуру... Диапазон от часа до 12... Дальше задается... Эта самая температура... Есть три пресета... И ползунок для установки... Произвольного значения... Минимальная температура... 40 градусов... Максимальная 90... Шаг 10 градусов... Пресеты можно менять на другие... Но их все равно три... Вот собственно и вся нехитрая панель управления... Вы меня спросите... А как же включить чайник через телефон... А я вам скажу что никак... В приложении только настройка... А включать нужно ручками... Кнопкой на чайнике... Это минус конечно... Я надеялся что запуск будет производиться с телефона... Но увы... В целом чайником я очень доволен... Он просто обалденный... Видно что вещь качественная... Стильная и надежная... И достойно быть на любой кухне... Удобный и красивый коврик для мыши... У меня было много различных ковриков... Которые служат до сих пор... Но за большим столом... Маленькие коврики очень неудобные... А такой в самый раз... Его размеры составляют... 700 на 300... С толщиной 3 миллиметра... Поэтому вы сможете его аккуратно разместить... Возле клавиатуры... И обеспечить себе максимальный комфорт... Во время работы или играючи... Данный коврик состоит из нескольких слоев ткани... Эластика... Поэтому он имеет высокую прочность... Благодаря такому сочетанию... Поверхность сможет прослужить вам... Долгие годы... При этом вы сможете не беспокоиться... Насчет потертости и деформации... Верхняя часть коврика обладает... Мягким скользящим покрытием... Поэтому во время движения мыши... Вы не столкнетесь с какими-либо препятствиями... Нижняя часть имеет прорезиненную основу... Которая будет крепко удерживать... Коврик на одном месте... Обеспечивая пользователям... Максимальный комфорт... Даже во время интенсивного использования... Ковриком пользуюсь... Уже больше месяца... И пока что очень доволен... Красивый дизайн... Никак не отвлекает... И размеры приличные... Реально могу советовать... Вот такие гаджеты... Пришли мне из магазина JD... Как они вам? Что понравилось? Пишите об этом в комментариях... На этом сегодня все... Ставьте лайк... Если ролик вам понравился... Хорошего вам дня... Всем пока... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok